Здесь следующий момент. Отделите сложное от всего остального. Вот то, что вы понимаете, что для вас сложно, отделите. Оно должно быть отдельно с отдыхом до и отдыхом после. Обязательно, чтобы у вас был ресурс на то, чтобы это взять. Это должно быть сделано в самое продуктивное время. То есть по-настоящему это нужно спланировать. Когда вы будете разбираться с математической статистикой в обучении, например, с методами или еще с чем-нибудь. Вот тогда вы будете именно сложным. Потому что то, что простое, вы можете освоить на ходу. Вы можете освоить как-нибудь по дороге. Но сложное должно быть отдельно. Это в любой дисциплине, но вы анализируете это сами. Это не может вам кто-то проанализировать. Естественно, можно, если есть тренер, тьютор, преподаватель, можно задать вопрос. Что, по вашему мнению, является наиболее сложным? Если правильно курс проектируется, то зачастую проектировщики знают сложную часть. Потому что это часть нашей работы. Определение сложного, определение простого. Потому что там соответствующие подходы есть. Но в первую очередь, соответственно, мы выделяем сложное. И здесь от сложного старайтесь воспринимать концепцию. Сначала воспринимать основную часть. А потом уже детали к ней. Потому что очень часто мы уходим на детали. У нас опять ресурс качается. И мы опять встаем с ощущением, что мы ничего не сделали. У нас должно быть подробное обучение. Еще раз возвращаюсь. Подробное обучение на части. Отдельные блоки. Одна мысль отделенная от другой. Как вы чувствуете, что мысль закончилась, дайте себе право отдохнуть. Потому что мы начинаем много-много-много-много-много-много и, соответственно, у нас перегрузка. И здесь же за один подход к обучению нужно освоить три мысли. Вот три мысли это вот потолок. А дальше надо отдыхать. Это кто готовился в ночь перед экзаменом? Кто хорошо помнил через двое суток после экзамена то, к чему? О, уже меньше. Уже гораздо меньше. Очень все просто. Вы забираете основную информацию быстро, вы ее удерживаете ровно до момента применения, а дальше она высеивается. Вы сеиваете, потому что ее не удерживаете. Потому что она не приросла, с ней ничего не произошло. То, что я вам сейчас рассказываю, говорит, это подход к тому, чтобы эта информация прирастала, чтобы она была вашей постепенной. Соответственно, ваши личные приоритеты. Важное в начале, менее важное в конце. И особенно, если курс обучения имеет открытую навигацию. Если вы можете сами перемещаться туда, куда вам нравится, как вам нравится. То, что для вас важно, вы берете в конце. То, что для вас не важно, вы берете, наоборот, то, что для вас важно в начале, то, что не важно в конце. И знаете, если вы поняли, что вам не нравится тема, если вы понимаете, что это не ваше, осознанно завершайте обучение. Не бросайте, а осознанно завершайте, говоря себе честно, это не моя тема, она мне не подходит, она мне неинтересна, и я принимаю решение, что это обучение будет завершено. Не то, что вы его положили куда-то, оно у вас висит, и вы постоянно про это думаете, ах, я нехороший, я что-то не доучил, не доделал, у меня не получилось. Именно вот доход решения, да, что вот так все, забирайте самое важное. От любого курса ваша задача забрать самое важное. И вот здесь следующий момент. То, чего не учат почему-то, очень часто, когда наши отечественные создатели онлайн-курсов делают онлайн-курсы, они не учат учиться на онлайн-курсах. Не только с точки зрения нейрофизиологии, про которую я вам сейчас рассказываю, с точки зрения психологии, про которую я говорю, а с точки зрения обычной механики. Первое, чего не делает большинство онлайн-студентов, они не записывают. Вообще ничего не записывают. Они сидят и смотрят на экран, или слушают, или смотрят, или там читают и нажимают кнопку следующей. А как можно запомнить, ничего не записывать? Поэтому вооружаемся тетрадию. Какими-то подсказками. То есть вы должны себе... Я очень любишь себе делать памятник. Из каждой книжки, из каждого курса, который я прохожу. Ментальная карта, да? Это одно центровое понятие, а несколько другие. Еще какая-то картинка, визуальные заметки. Сейчас отдельно про это поговорим. Да, какие-то способы, которыми вы себе запоминаете информацию. Заберите что-то из курса. Ведь он, во-первых, закроется потом. Да, это первое. Да, большинство онлайн-курсов. И потом, раз, он будет ему достушен. Но самое главное, процесс записывания, да, это процесс, когда вы запоминаете. Самый лучший способ на каждый курс завести отдельную рабочую тетрадь. Так ее и назвать. Рабочая тетрадь по курсу, не знаю, как он, театральный искусств. Большая, красивая рабочая тетрадь, которой вам будет, кстати, еще один маленький ход, который вам будет приятно пользоваться. Блохмот какой-то, которым вам будет приятно с ним работать. Он может быть электронным, если вы так воспринимаете. Я, в принципе, не могу делать электронные записи, я не запоминаю. Я могу только от руки писать, я могу их потом переписать. Но мне нужно обязательно написать что-то. Теперь подпишите название курса и записывайте туда не только то, что есть в курсе, но и те мысли, которые вам приходят в голову. То как вы можете это применить? Куда вам это нужно? То есть какие-то размышления. И тогда у вас будет процесс не только запоминания, как фиксация, но еще параллельно осмысления. Я недавно предложила одному своему клиенту сделать следующее. Когда они делают онлайн-курс электронный, мы слушателям даем скачать тетрадь и распечатать ее. И дальше мы делаем так. Они что-то проходят в курсе, потом мы их просим запишите там пять основных выводов в тетрадь. Что они там делают или не делают, ну, проверить понятный дел не может. А потом еще какое-нибудь задание, там еще какие-то задания внутри тетради есть. Например, прочитайте задачку внутри тетрадки и ответы введите в электронный курс. Ну, то есть вот туда-обратно. Знаете, что интересно? Большинство людей, которые проходили этот курс, показали великолепные результаты на отложенном тестировании через 4 месяца. Я дала тот же курс на другую фокус-группу без рабочей тетради, результаты в половину хуже. Вот, хотите верьте, хотите нет. И более того, что когда мы отзывы читали, люди говорят, вы знаете, вам спасибо за то, что можно было записывать. Потому что если не, ну, мы не думали, что можно записывать. Мы не подразумевали, что вот так можно делать. Люди смотрят на экран, вот он курс. Поэтому если вы сами проходите или вы организуете онлайн-обучение, дайте людям подскажите им хотя бы. Я всегда говорю, ну, хоть скажите, тетрадку возьмите, а то, мне кажется, не все, как сказать, понимают, что это надо еще куда-то сохранить, что оно само туда никак не попадет. Очень важна визуализация. Опять же, в обе стороны. Что при проектировании курса на сторону, то есть для слушателей, что для вас самих. Это какие-то схемы, какая-то логика. Потому что картинка лучше, там, фотография, картинка лучше тысячи слов. Но есть еще другой момент, что люди, мы быстрее визуально воспринимаем. Это наш основной канал. И как только есть какая-то графика, она на самом деле помогает. Мы на работе ввели очень интересную, забавную историю. У нас, когда возникают какие-то сложные ситуации с клиентами, мы для каждой сложной ситуации выбираем фотографию в интернете. Которую для того, чтобы мы потом, когда будем разбор полетов делать, чтобы нам не вспоминать, ну, как-то все, и не вычитывать. А мы по фотографиям вспоминаем, потому что, как мы увидели, там у нас есть котики, собачки, еще какие-то не очень интересные фотографии. Делается это для того, чтобы ребята быстрее вспоминали. Они правда быстрее вспоминают, прежде чем читать, когда много-много-много описание длинное проекто, они начинают долго-долго это все читать. Для обучения для вашего, если вы попробуете один курс зарисовать ментальной картой, вы увидите, насколько больше информации остается у вас в голове, насколько лучше она укладывается. И, кстати говоря, это тоже мотивационный фактор, потому что курс не всегда заканчивается действием. То есть, ну, вот вы прошли тему, вы ее прочитали, это может не быть практики, может не быть теста, может еще чего-то не быть. А для нас с вами очень важно про практику. И здесь рисование, какая-то визуализация, это и есть отчасти практика. Соответственно, учиться-учиться. То есть, научиться, как это делать. Я рассказала какую-то небольшую часть того, что можно узнать. Есть разные книги, есть разные статьи в интернете на эту тему. У каждого человека свой подход. Но подход надо искать. Если вы чувствуете, что вы проходите пятый курс подряд, и вы его бросаете, у вас что-то не получается, поищите рекомендации. Иногда бывают те рекомендации, которые действительно для вас подходят, действительно для ваших. Очень много этого в так называемых источниках по brain science, по всему, что связано с наукой о работе мозга. Там сейчас огромные исследования, сейчас многие переводятся на русский язык. Когда английский не проблема, соответственно, это тоже огромное количество всего. Там много рекомендаций. А если вы не будете это делать постоянно, то есть, если вы какой-то темой не будете заниматься постоянно, у вас не будет этого фитнеса. Мозду нужен фитнес, так же, как и телу. А если вы долго не хотели спортироваться, потом пришли, налегли на тренажер, и что будет? Завтра не станет. Да, не станет. Мозг, к счастью, к сожалению, решает эту задачу по-другому. Если вы долго-долго не учились, а потом налегли на какую-то тему, то завтра ничего не будет. Ну, то есть, примерно то же самое, то есть, эффект все равно прицательный. Поэтому, если вы в тему погружаетесь, создайте себе условия погружения. Не пользуйтесь только курсом. Вы решили освоить, ну, что, например, вы решили освоить управление временем. Ну, предположим, обучение – это не событие, это процесс. Прочитав одну книгу про управление временем, про тайм-менеджмент, ничего не поменяется. Я вам гарантирую, ничего не будет. У вас, может быть, закрадется какая-то мысль, вы начнете пробовать. Но для того, чтобы поменять свою ментальную модель и начать управлять своим временем, нужны годы, годы тренировки, месяцы тренировки. Кому-то быстрее, кому-то там подольше дается. То же самое с любой темой. Вы не можете за один раз ее освоить. Это невозможно освоить за один курс. Вы можете познакомиться за один курс с какой-то темой. Но реальное обучение – это процесс. Поэтому, если вы хотите в него погрузиться, создайте себе условия. Подпишитесь на блоги по этой теме, по которой вы проходите обучение. На твиттеры. Их очень много, да, по разным темам. Найдите газеты, найдите журналы, найдите книги. Создайте себе греческие недели в Макдональдс. Создайте себе тематический месяц, тематическую неделю, когда вы будете погружены в эту тему. Вот единственное, что в этом – самая большая проблема – это самодисциплина. Потому что все то, что я рассказываю, прекрасно на словах, но требует, правда, некоторой отдачи. Именно поэтому я в самом начале сказала, вы должны любить тему, которой вы хотите учиться. То есть вы должны понимать, все тогда я вперед пройду, что вам нужна практика. Что если вам некуда… Вот очень хороший был комментарий, что нельзя применить сразу. Если вы не видите применимость этой темы, если ваши слушатели не видят применимость этой темы, все, права, сразу. Если я сегодня вам начну рассказывать про какую-то, не знаю, тему, про какие-нибудь глаголы, постановку правильного глагола в цели обучения, а вам оно не нужно. Да, есть такие темы в педагогической науке, да, там, про подбор глагола для формулировки цели, чтобы она правильно отрабатывалась потом в тестировании. Вы, может, меня послушайте. Возможно, вы даже не уснете. А вопрос в другом. Деваться-то не надо. То есть, если у вас завтра нет такой задачи, вы сегодня пришли, вы обозначили свой интерес, и, вероятнее всего, если перед вами сейчас стоит какая-то задача, вы заберете то, что под эту задачу подходит. Важный момент. Можно дать себе право на то, что обучение – это сложно. Обучение – это непросто. Это не раз-два, и я освоил любую тему. Это сложно. Потому что это физиологический процесс, потому что там у нас в голове в этот момент что-то происходит. И причем такое серьезное. Там прирастает что-то, взрывается что-то. Это идет реально серьезный процесс, движение идет. И мозгу сложен. Мозг не хочет это делать. Почему? Потому что он всегда, он ресурсы свои потребляет, а он пытается их экономить. Ну, это природная наша, да, экономия ресурсов, а вдруг завтра не покормят. Он пытается их экономить, и любую энергоемкую задачу он отбрасывает. Потому что он говорит, а вдруг? А зачем я? И вам приходится заставлять. Поэтому вам нужно, во-первых, тренировать навык обучения. То есть, если учиться постоянно, учиться, учиться, учиться. И очень важно говорить с коллегами. Это про… Или с теми, кто в этом вопросе заинтересован. Пытаться пересказать. Если у вас нет практики, а если вы не знаете, куда применить, придумайте себе, кому вы это расскажете. Придумайте человека, с которым вы об этом поговорите. Обязательно нужен кто-то, с кем это можно обсуждать. Вот на мое счастье, у меня есть папа, и у меня есть муж, который все занимаются одним и тем же. И у меня есть возможность тестировать. Я иногда приезжаю к папе на дачу, и говорю, папа, я прочитала, сейчас я буду тебе рассказывать. У меня есть мама, которая в силу, потому что мы оба занимаемся этим, то вынуждена на слушать. Она филолог, но она вынуждена на слушать. А это нужно обязательно, потому что это повторение, во-первых. Мозг это хоть как-то воспринимает как практику. И у вас ощущение, что вы применили, ну, по крайней мере, поговорили на эту тему. Нельзя, чтобы обучение зависло в воздухе без какой-либо применимости. Иначе ему и так сложно. Он в любом случае еще потом скажет, не, ребят, давайте закончим эту песню, правда. И не то, что неинтересно, ресурсы едим, потом никуда не применяем. Да, 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 давайте в следующий раз временно и опустим это. И обязательно нужно отдыхать. У вас должно быть время, в котором вы не учитесь. Если вы подписались на онлайн-курс, кроме того, что вы должны спланировать время, на которое вы работаете, вы должны спланировать время, которое вы не работаете, не учитесь. А чтобы была возможность немножко отдачи. Есть замечательное исследование, которое проводилось практически около полувека. Одна семья делала следование, длинная история этого исследования, они начали с чего? Их было, наверное, 5-6 человек, сейчас не вспомню, и они учили немецкие слова. С разными интервалами. Кто-то учил каждый день, кто-то учил через неделю, кто-то учил раз в месяц и так далее. Так вот, потом к ним подключилось большое сообщество, которое тестировало, какая интервальность нужна. Так вот, если вы будете немецкие слова учить один раз сегодня, а один раз через месяц, это обучение будет более пикетивно, чем если вы будете учиться один раз сегодня, один раз завтра. И один раз послезавтра. Даже если вы будете учиться каждый день, у вас на выходе при интервальном обучении получается гораздо более высокий результат. я сейчас вот с Машей потерялась, что я учусь играть в другом обучении. Я тут училась-училась, а потом мы уехали. Один раз уехали, второй раз уехали. Я иду на тренировку, думаю, все, сейчас меня тренер, сейчас он мне все скажет, что я все забыла. А у меня правда ощущение, что я уже ничего не помню. Прихожу, он мне говорит, слушай, вы что, занимались? Я говорю, нет. А он тут думает, что случилось? На самом деле, за этот месяц у меня уложилась вся информация про то, как мне там ракетку держать и что мне делать. Она запомнилась, она, видимо, может быть и повторялась там где-то на заднем плане. И нормально все пошло. И действительно нормально. То есть я сама почувствовала, что я играю много лучше, чем месяц назад. Интервальность, то есть я не призываю вас учиться раз в месяц. Хотя все это по-хорошему. Но условно вы учитесь и вы даете несколько дней на обучение. То же самое, если вы проектируете методологию обучения, то есть если вы рассказываете, ну условно, вы делаете онлайн курс и вы предлагаете людям обучаться, не забывайте про интервалы. Не давайте им весь материал сразу. Не давайте им вот всю, вы не вываливаете на них. Во-первых, вот это отбьем, он пугает. Он страшно пугает, потому что человек сразу говорит, ой, как много я не смогу. То есть вот этот эффект, это самое, при проектировании курсов, это самое, когда вот такой вот список целей на полтора листа, после обучения слушатель должен знать, умеет, я еще ничего не сделала, уже должна кому-то. Целей там пошел в большой список. И плюс еще огромный объем. И так как понимаешь, сколько времени надо на него потратить, сразу немножко теряешься. Поэтому и в обе стороны, и вы для себя проектируете траекторию, и вы для тех, кого вы учите, проектируете такую траекторию, чтобы их не заваривало, чтобы вот эта лавина, которая знания, которую мы хотим выдать, а в глазах как-то по чуть-чуть приходило, да, какими-то небольшими. В этом плане вузовская классическая система обучения с одной, там, две пары в неделю по дисциплине, это лучший вариант. Он не зря веками живет. Понимаете, не зря столько лет живет классическая система. Она живет, она живее всех живет и будет дальше жить, она никуда не денется, потому что это основано на том, как человек воспринимает. Занятия есть раз в две недели, многие западные школы ведут занятия раз в две недели по теме. У меня, я когда училась в Европе, у меня были темы раз в две недели, нас не было, никогда не было раз в неделю, нас двухнедельная была, вытяжка двухнедельная. Это потому, что мы не можем сразу много. Единственное, что плохо в вузовском образовании, иногда бывает, это когда шесть пар в один день. Вот это бывает иногда очень печально. Наоборот, тут как бы тут нарушается, то есть, одни принципы соблюдаются, а другие сразу так разом это все перекрывается. Поэтому, в любом случае, интервальность, отдых имеет очень большое значение. Я последнее, прежде чем я завершу, я хочу несколько вещей из того, что я говорила, еще раз, не то, что повторить, но подчеркнуть. Я правда верю, что научиться чему-то можно только имея желание и любовь к тому, что вы делаете. По-другому невозможно. Учиться тому, что вам не нравится, особенно по собственному желанию, в свободное время, немножко странно. Если есть тема, которая вам действительно нравится, то под нее вы выстраиваете план, тогда хорошо работают те методики, механизмы, которые я предлагаю. Это они проверенные, они все опробированы на практике, в частности, мной и большим количеством моих коллег. Вопрос только в одном, что если вы, опять же, понимаете, что вам не нужно это, вы открыли курс, вы вроде бы интересны, вы открыли книгу, она вроде бы интересная, вроде бы, ну, вы ее как-то почувствовали вначале, а потом поняли, что на самом деле вам это не нужно, примите решение, не идите дальше, не тратьте время, не тратьте ресурс мозга, отложите, сделайте себе список, сделать позже, вот какой-то перечень, да, отдельный, сделать позже, и делайте, да, в какой-то момент дальше спокойно делайте. Возможно, вы когда-то к этому вернетесь, может быть, вы никогда к этому не вернетесь, но оценивать каждый онлайн-курс по собственному выбору нужно в первую очередь на основании того, что вам нравится, что вам не нравится, и готовы ли вы в это инвестировать свое время. Если вы не готовы в это проинвестировать время, будет все равно тот результат, про который мы обычно знаем. То есть обычно вы выбросите это, это не нехватка времени, поверьте мне. Это не нехватка времени, не нехватка, наверное, внимания, не ваша неусидчивость, это не про это. Все усидчивые, время у нас на все находится, когда надо, у нас на такое ерунду время находится, что сложно себя представить, как там какой-нибудь сериал может съесть несколько суток времени и нормально, ничего, у нас усидчивость сразу и внимание, все нормально. Почему? Потому что интересно. Интересно, потому что зацепило. Если тема вас не цепляет, вы себя не распутите. У меня все, я готова подискутировать и ответить на вопрос. Спасибо вам большое, что вы так внимательно не слышали. Спасибо.